Всем привет! Начинаю новый влог. Сейчас искупалась и у меня сегодня спортзал. Я вам обещала показать, как проходит моя тренировка. Я сегодня встала в 7, смонтировала видео. В общем, очень много всего успела, так что я молодец. И сегодня мне сейчас надо быстренько сгонять и купить себе сумку для спортзала. Уже взять любую просто. Я откладываю, откладываю. Мне просто не в чем нести кроссовки, форму и все остальное. Поэтому я возьму то, что есть. Любую сумку, которую я найду поблизости своего дома. И давайте покажу вам, как я выхожу из дома. Вот такие у меня шорты, юбка и кофточка самая обычная. И еще мокрая голова. Думаю, по дороге все высохнет. А ему просто никуда не надо. Иногда мне тоже хочется стать кошечкой, просто облизываться и лежать целыми днями. Нифига не делать. Я уже сгоняла, купила себе сумку. Правда, она не очень классная. Эту штуку, кстати, надо отклеить. Просто мне срочно нужна была сумка. Хорошую я себе еще закажу. А пока что пусть будет это. Просто мне не с чем идти на тренировку. Поэтому вынужденная мера купить, что попало. Сейчас будем заполнять. Беру с собой, естественно, форму. Правда, в прошлый раз я была в топике. В этом розовом комплекте. Но в этот раз я возьму этот топик. Вот. Беру с собой полотенце. Мама говорит, такое мятое полотенце не показывает. Ну вот кто знает, что это полотенце мятое. Хватит. На тренировку я пойду вот так. Естественно, там я переоденусь. Вот я уже опаздываю. Уже выхожу из дома. Чтобы зайти в зал, есть два способа. Первый это Face ID. Второй отпечаток пальца. Я выбрала отпечаток пальца, потому что так удобнее. Правда, получилось не с первого раза. Но все же. После этого дверь открывается. И мы можем пойти в зал. Так, я уже на месте. Такая у нас раздевалка. Здесь можно искупаться. Здесь есть душ. В общем, сейчас мне надо со скоростью света переодеться в спортивное. И в зал. У меня тренер уже там. А вот. Но у меня очень сильно болит спина. Очень сильно. Я не знаю, как я буду делать упражнения. Сейчас будем переобуваться. И переодеваться. Так как в спортзалы обычно ходят после работы, вечером здесь бывает очень много народу. Именно поэтому я записала с дневное время. Здесь спокойно можно переодеваться. Никто на тебя не смотрит. Никого нету в раздевалке. Целый час можно красоваться перед зеркалом. Снимать для вас контент и так далее. Так как у меня свободный график, я могу спокойно себе позволить такую роскошь. Ну все, я готова. Если меня будут спрашивать, зачем я это снимаю и куда я это буду выкладывать, я даже не знаю, что ответить. Вот мой ключик. Жалко, что у меня нету кармашка, куда засунуть это. Моя тренировка начинается с беговой дорожки. Вот, 10 минут я должна пройти. И потом уже начинаем тренироваться. В зал я хожу 3 раза в неделю и занимаюсь индивидуально с тренером. Когда я записывалась в зал, я сомневалась, может, стоит самой заниматься или же взять индивидуальное занятие с тренером. Но сейчас я понимаю, что это было правильное решение. Тренер заставляет тебя делать упражнения и показывает, как их нужно делать реально правильно. Тренировки у нас чередуются. Например, в прошлом занятии мы делали полную нагрузку на руки. В этот раз у нас была нагрузка чисто на ноги. Пока что мое тело не привыкло к постоянным физическим нагрузкам. Поэтому после тренировки на следующий день у меня болит все тело. Абсолютно все. Обращая внимание на других девушек, которые вместе со мной тренируются в этом зале, я понимаю, что у меня очень слабая физическая готовность. То есть, надо еще работать, работать и работать над собой. Но я все-таки думаю, что нет ничего невозможного. И если я взялась, уж я пойду до конца и сделаю себе офигенную фигуру. Моя тренировка закончилась. Я даже успела искупаться. Правда, голову мочить не стала. Но так легкий душ приняла. Честно, я очень устала. Основную нагрузку мы делали на ноги сегодня. В прошлый раз было на руки, а в этот раз на ноги. Я чуть не умерла. Было реально очень сложно. Наконец-то это все закончилось. Я могу пойти домой полежать. Несмотря на то, что время уже полодиннадцатого, я решила переделать себе ноготочки. Они мне изрядно поднадоели. Уже месяц я хожу с ними. Хотя нету скола. Все держится просто отлично. У меня появилось вдохновение переделать их. Два моих любимых ящичка со всякими приколюшками. Будем сейчас делать ноготочки. Осталось выбрать цвет. В этот раз я хочу сделать какой-то дизайн интересный, необычный. В общем, все, что для ногтей, у меня вот в этих двух ящиках. Вот. Очень удобно. Ничего искать не надо. Все вот здесь под рукой. Ну что, приступим. Я пока что не знаю, что именно я буду делать, но для начала нужно снять покрытие. Спилила я покрытие. Ногти у меня выглядят вот так. База у меня остается. Ее я не спиливаю. То есть спиливаю до базы. Вот так вот. И это большой пальчик. Сейчас будем придавать форму свободному краю. Я хотела сделать покороче, но сейчас смотрю на ноготочки. Мне так не хочется их отстригать. Поэтому, наверное, оставлю все-таки длину. Форму я все-таки решила сделать миндаль. Во-первых, с ними очень-очень удобно. Во-вторых, смотрится очень нежненько. Я сначала хотела сделать френч, а потом обнаружила, что белый цвет отдала перване. Поэтому будем делать что-то другое. Но что-то интересное. Маникюрчик тоже у нас готов. У меня есть подробное видео, где я показываю, как я делаю маникюр, как я делаю сама себе ногти. Ссылку на это видео я оставлю в инфобоксе. Теперь я буду наносить праймер на все ноготочки. А затем уже базу. Субтитры сделал DimaTorzok Я этот дизайн видела в ТикТоке. Не знаю, получится у меня или нет. В общем, здесь у нас сверху блестки. И дальше я буду выкладывать гель. Наверняка вы тоже видели такие дизайны. Вроде на видео кажется все очень просто. Хочу попробовать, получится ли у меня красиво или нет. Просто вау. Посмотрите, как красиво получилось. Мне, честно, очень нравится. Правда, на видео не передает всей красоты. Получилось вот такое амбрен. Вау. Прямо вот то, что я хотела, получилось идеально. Идеально. Решила на следующий день еще при дневном освещении вам показать. Какая нежнятина у меня просто получилась. Посмотрите, как красиво. Очень нравится просто. В общем, сидела я с этими ноготочками 3 часа. Даже чуть больше 3 часов. То есть времени ушло очень много. Посмотрите, как красиво получилось. И правая рука, и левая. Несмотря, что эту руку я делала левой рукой, все равно получилось классно. Мне очень нравится результат. Я просто в восторге. Конечно, потрачено времени немало. Но мне доставляет это удовольствие. Параллельно я смотрела фильм. Поэтому как-то так. Буду пробовать уже какие-то сложные дизайны. В следующий раз тоже хочу что-то интересное сделать. На этом все. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Не забывайте подписываться на мой инстаграм. Всех люблю, целую. С вами была Айка. Пока.